Практически каждый владелец любого устройства, имеющего доступ к интернету, зарегистрирован в социальной сети ВКонтакте, а некоторые тратят на нее больше времени, чем на общение с друзьями и близкими. Впрочем, даже такие заядлые пользователи не знают многих интересных возможностей сервиса. В этом выпуске вы узнаете о тех возможностях ВКонтакте, о которых вы могли не знать. ВКонтакте – одна из наиболее популярных соцсетей в России, которая постоянно предлагает нововведения и добавляет интересные функции. Многие пользователи даже не подозревают, что соцсеть можно использовать не только по прямому назначению для общения или прослушивания музыки, но для других важных вещей. Ниже вы узнаете несколько не слишком известных, но очень полезных функций ВКонтакте. И первое – это диалог с самим собой. Некоторым возможность отправки сообщений самому себе может показаться довольно странной функцией, но это только на первый взгляд. В действительности функционал может заменить сразу несколько сервисов. К примеру, послужить в качестве виртуального ежедневника, блокнота, в который можно записывать заметки на будущее, важные напоминания или просто излагать свои мысли. Кроме того, вы можете сначала отправить заковыристые или смешные публикации себе, а потом оценить, стоит ли делиться ими с другими пользователями. Чтобы написать сообщение самому себе не требует лишних усилий, достаточно просто указать свое имя в поиске диалогов и выбрать «Контакт». Второе – поиск книг и рассказов вкладка «Документы». ВКонтакте предоставляет возможность искать не только фильмы и сериалы, но и книги или другие текстовые материалы. Для этого нужно просто открыть вкладку «Документы» в столбце слева под разделами «Сообщения» и «Группы». Если вкладка не отображается на экране, наведите курсор мыши на любой пункт в левом меню и нажмите на появившийся значок «Шестеренки». Далее найдите в меню пункт «Документы» и поставьте флажок. Откройте вкладку и в строке поиска укажите название нужной книги. В связи с требованиями о соблюдении авторских прав. Многие произведения удаляются из соцсети, однако если вас интересуют классические труды, проблем при поиске возникнуть не должно. Более того, произведения доступны в разных форматах, в том числе и пап для iPhone и iPad. Фишка номер три. Зашифрованные звонки, вкладка «Личные сообщения». Возможность звонить друг другу через приложение для iOS и Android появилась в соцсети совсем недавно, в апреле текущего года. Как утверждают разработчики, все звонки защищены с помощью сквозного шифрования, поэтому доступ к вашим разговорам не смогут получить ни хакеры, ни спецслужбы. Для того, чтобы воспользоваться данной функцией, потребуется зайти в диалог с выбранными пользователями и нажать на значок телефонной трубки в верхнем правом углу. Функция довольно проста и разобраться с тем, как она работает, сможет практически любой пользователь. Следующая фишка ВКонтакте, с которой хотелось бы вас познакомить, перечеркнутый текст и пустые сообщения, вкладка «Личные сообщения». Во ВКонтакте есть возможность отправки абсолютно пустого сообщения. Для того, чтобы отправить такое послание, нужно ввести специальный набор символов, который вы видите на экране. Данную функцию можно использовать, к примеру, для розыгрыша своих друзей, которые не поймут, что это за сообщение и для чего оно нужно. При помощи набора символов вы можете отправлять сообщения с перечеркнутым текстом. Главный нюанс состоит в том, что эти символы, которые видите на экране, нужно ставить перед каждой буквой, так что создание сообщения в несколько перечеркнутых предложений станет довольно трудоемким процессом, хотя терпения на написание одно слова у вас вполне хватит. Еще одна секретная фишка ВКонтакте – это платные и бесплатные стикеры. Относительно недавно ВКонтакте появились стикеры для переписки, однако стоят они, за исключением некоторых бесплатных, отнюдь не дешево, по 9 голосов. Однако отправить любой стикер можно совершенно бесплатно буквально парой кликов. Выбираем любой понравившийся стикер, жмем правой кнопкой мыши и выбираем «Копировать картинку». В поле для ввода текста сообщения вновь вызываем контекстное меню и жмем «Вставить». Как включить невидимку ВКонтакте? Иногда этот режим и правда очень необходим, бывает, что хочется побыть наедине со своими мыслями, чтобы никто не дергал вопросами. Но как только мы открываем свою страницу, все наши друзья, да и просто посторонние люди сразу видят статус в сети. Чтобы перейти в режим невидимки, нужно зайти в Google Play и в поиске «Вадим Амберфок» или «Ночной ВК», устанавливаем на телефоне и запускаем. Самый простой и быстрый – нажать на иконку человека в капюшоне в боковом меню. Когда режим активируется, вы увидите предупреждение об ограничениях. Там все просто, если их соблюдать, то никто из друзей или недругов не узнает, что вы прямо сейчас на самом деле онлайн. В том же боковом меню, если раскрыть дополнительные опции, будет строчка «Включить невидимку». В «Ночном ВК» реализовано похожим образом, только немного по-другому выглядит оформление. Там есть два способа выключить режим невидимки. В боковом меню по круглой иконке с глазом. При нажатии вы также увидите диалог с предупреждением. В настройках приложения зайти в раздел «Общие настройки» и выбрать пункт «Режим невидимки». Как сделать статус в столбик? Это лучше всего сделать посредством браузера Opera или воспользовавшись программой VK Status. Открываем Opera и заходим на свою страницу ВКонтакте. Кликаем правой кнопкой мыши в любом месте страницы и выбираем пункт контекстного меню «Исходный код». После этого нажимаем Ctrl плюс F и в открывшееся меню поиска вставляем код, который видя на экране. Для вашего удобства мы закрепим этот код в сообществе ВКонтакте под названием BotVidIQ. Далее заменяем этот код на тот, что опять видите на экране. Мы его также оставим в группе ВКонтакте и нажимаете «Сохранить». Удаляем отметку о человеке с чужой фотографией. На это вам потребуется придерживаться четырех простых пунктов. Ну-с, начнем, пожалуй. Один, выбираем отметить человека. Два, выбираем человека, которого хотим удалить с фотографии. Три, отмечаем этого человека, при этом он появляется в конце списка отмеченных. Четыре, удаляем его и все, он пропал с фото. Многие пользователи задаются вопросом, как быть в курсе всех событий ВКонтакте. Хотите сразу узнавать о новых сообщениях, комментариях к вашим фотографиям, новых статусов друзей и других событиях ВКонтакте? Тогда обязательно установите программу Агент ВКонтакте. С ее помощью вы запросто сможете менять свой статус, добавлять друзей, видеть обновления у ваших друзей, а также переписываться с ними так, как это происходит, например, в ICQ, а в обновлениях программы сигнализирует специально. Продолжение следует... ВКонтакте — одна из наиболее популярных соцсетей в России, которая постоянно предлагает нововведения и добавляет интересные функции. Многие пользователи даже не подозревают, что соцсеть можно использовать не только по прямому назначению для общения или прослушивания музыки, но для других важных вещей. Ниже вы узнаете несколько не слишком известных, но очень полезных функций ВКонтакте. И первое — это диалог с самим собой. В некотором возможности отправки сообщений самому себе может показаться довольно странной функцией, но это только на первый взгляд. В действительности функционал может заменить сразу несколько сервисов. К примеру, послужить в качестве виртуального ежедневника, блокнота, в который можно записывать заметки на будущее, важные напоминания или просто излагать свои мысли. Кроме того, вы можете сначала отправить заковыристые или смешные публикации себе, а потом оценить, стоит ли делиться ими с другими пользователями. Чтобы написать сообщение самому себе не требует лишних усилий, достаточно просто указать свое имя в поиске диалогов и выбрать «Контакт». Второе — поиск книг и рассказов вкладка «Документы». ВКонтакте предоставляет возможность искать не только фильмы и сериалы, но и книги или другие текстовые материалы. Для этого нужно просто открыть вкладку «Документы» в столбце слева под разделами «Сообщения и группы». Если вкладка не отображается на экране, наведите курсор мыши на любой пункт в левом меню и нажмите на появившийся значок «Шестеренки». Далее найдите в меню пункт «Документы» и поставьте флажок. Откройте вкладку и в строке поиска укажите название нужной книги. Связи с требованиями о соблюдении авторских прав. Многие произведения удаляются из соцсети, однако если вас интересуют классические труды, проблем при поиске возникнуть не должно. Более того, произведения доступны в разных форматах, в том числе и пап для iPhone и iPad. Фишка номер три — зашифрованные звонки, вкладка «Личные сообщения». Возможность звонить друг другу через приложение для iOS и Android появилась в соцсети совсем недавно, в апреле текущего года. Как утверждают разработчики, все звонки защищены с помощью сквозного шифрования, поэтому доступ к вашим разговорам не смогут получить ни хакеры, ни спецслужбы. Для того, чтобы воспользоваться данной функцией, потребуется зайти в диалог с выбранными пользователями и нажать на значок телефонной трубки в верхнем правом углу. Функция довольно проста и разобраться с тем, как она работает, сможет практически любой пользователь. Следующая фишка ВКонтакте, с которой хотелось бы вас познакомить — перечеркнутый текст и пустые сообщения, вкладка «Личные сообщения». Во ВКонтакте есть возможность отправки абсолютно пустого сообщения. Для того, чтобы отправить такое послание, нужно ввести специальный набор символов, которые вы видите на экране. Данную функцию можно использовать, к примеру, для розыгрыша своих друзей, которые не поймут, что это за сообщение и для чего оно нужно. При помощи набора символов вы можете отправлять сообщение с перечеркнутым текстом. Главный нюанс состоит в том, что эти символы, которые видите на экране, нужно ставить перед каждой буквой, так что создание сообщения в несколько перечеркнутых предложений станет довольно трудоемким процессом, хотя терпения на написание одно слова у вас вполне хватит. Еще одна секретная фишка ВКонтакте — это платные и бесплатные стикеры. Относительно недавно ВКонтакте появились стикеры для переписки, однако стоят они, за исключением некоторых бесплатных, от них недешево, по 9 голосов. Однако отправить любой стикер можно совершенно бесплатно буквально парой кликов. Выбираем любой понравившийся стикер, жмем правой кнопкой мыши и выбираем «Копировать картинку». В поле для ввода текста сообщения вновь вызываем контекстное меню и жмем «Вставить».